Здравствуйте! В эфире программа «Безопасности» и я, Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Сибирские полицейские ликвидировали сразу несколько крупных каналов сбыта наркотиков. Подозреваемые задержаны, запрещенные вещества изъяты на десятки миллионов рублей. Контрольно-счетная палата Новосибирска представила отчет о деятельности дорожно-эксплуатационных учреждений. Выяснилось, что к муниципальным дорожникам почему-то очень много претензий. В рубрике «Интервью со следователем» актуальная тема «Детская преступность», которая, к сожалению, есть в Новосибирске. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Сибирские полицейские, в том числе транспортные, ликвидировали сразу несколько крупных каналов сбыта наркотиков. Правоохранители провели масштабные операции, задержали граждан, подозреваемых в распространении запрещенных веществ, которых изъяли на десятки миллионов рублей. Все подробности далее. Эту операцию по пресечению деятельности ОПГ, специализирующейся на сбытие крупных партий наркотиков, в сибирском регионе провели транспортные полицейские из различных подразделений. В трех регионах сотрудники транспортной полиции задержали пятерых участников организованной группы. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Предварительно было установлено, что злоумышленники наладили связь с одним из нелегальных интернет-магазинов, который торговал запрещенными веществами. Они занимались приемом крупных партий криминального товара и его перепродажей мелким оптом на территории Красноярского края Новосибирской и Иркутской областей. Одного из соучастников правоохранители задержали в Новосибирской области с поличным сразу после получения крупно-оптовой партии. Здесь что делаете? Поднимали закладку. С чем? С весом, с наркотиками. Наркотиками. Для чего? Для пасовки. На какой магазин работаете? Какой-то мэджик. Что потом с этой пасовкой делать будете? Передаем остальным. После этого оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали остальных участников организованной группы в Красноярском крае Иркутской области. В ходе обысков обнаружено порядка 25 килограммов различных наркотиков. Мефедрон, героин, кокаин, метадон, гашиш и метамфетамин. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении фигурантов и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другой канал сибирского наркотрафика выявили в Тюменской области. В ночное время на автодороге Тюмень-Омск сотрудники госавтоинспекции остановили внедорожник премиум-класса, в багажнике которого обнаружили пакет с белым порошком. В ходе проведенной экспертизы было установлено, что это мефедрон массой около килограмма. Владелец автомобиля был задержан. Им оказался житель Санкт-Петербурга. По версии следствия, злоумышленник занимался распространением крупных партий запрещенных веществ и прекурсоров на территории разных регионов России. Наркотики он развозил сам, а используемые для их изготовления вещества отправлял через транспортные компании. В съемной квартире в северной столице, а также из тайников в Ленинградской и Тюменской областях, полицейские изъяли еще порядка 32 килограммов наркотиков различных видов. Кроме того, в ангаре, который подозреваемый арендовал на окраине города, оперативники обнаружили 140 пластиковых канистр с прекурсорами. Следователи возбудили уголовное дело фигуранту избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Бытовую технику, строительные инструменты, автотовары и многое другое злоумышленники воровали на станциях западно-сибирской железной дороги. В Новосибирске транспортные полицейские раскрыли серию краж грузов из контейнеров на несколько миллионов рублей. Что именно не дошло до получателей и какое наказание теперь грозит подозреваемым в уголовных деяниях, расскажем прямо сейчас. Успешные оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела МВД России на станции Новосибирск совместно с оперативниками управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Полицейские задержали четверых жителей города в возрасте от 28 до 36 лет, которых подозревают в хищении грузов из железнодорожных составов во время, когда они стояли на станциях Машкова, Новосибирск-Восточной и Иня-Восточная западно-сибирской железной дороги. Транспортные полицейские установили, что во время стоянки поездов злоумышленники вскрывали вагоны, в которых находились бытовая техника, автомасла и автозапчасти. Часть похищенного имущества мужчины хранили в гараже для последующей перепродажи, а часть оставляли себе для личного пользования. Всего им было скрыто более 40 контейнеров. Ущерб, причиненный владельцам грузов, составил более 3,5 миллиона рублей. Оперативные сотрудники выявили более 10 эпизодов противоправной деятельности. Во время обысков по местам проживания подозреваемых удалось изъять похищенные телевизоры, холодильники, тостеры, автомасла и строительные инструменты. В настоящее время следственным отделом линейного отдела МВД России на станции Новосибирск возбуждено три уголовных дела, предусмотренных частью 2, частью 3 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. По ходатайству следствия подозреваемые взяты под стражу и помещены в Новосибирское СИЗО номер один. Расследование уголовного дела продолжается. Транспортным полицейским, видимо, еще предстоит узнать, откуда злоумышленники получали информацию о содержимом железнодорожных контейнеров. Ведь они не скрывали их все подряд. Контрольно-счетная палата Новосибирска закончила и представила мэрии и депутатам горсовета отчет о деятельности дорожно-эксплуатационных учреждений. Выяснилось, что к муниципальным дорожникам очень много претензий. Об этом дальше. Больше всего нарушений и нестыковок КСП Новосибирска выявила в муниципальном казенном учреждении города дорожно-эксплуатационном учреждении номер один, коротко ДЭО-1. К примеру, согласно бухгалтерским документам, наличие жидкого вещества Бионорд, это реагент, который используется для нейтрализации гололедицы на дорогах, составляет 495 тонн, что в три раза больше того, что может поместиться в имеющиеся на предприятии резервуары. Из этого может следовать то, что ДЭО отчиталось в объемах проделанной работы, которые в три раза превосходят фактически. Причину такого расхождения дорожники объяснили утратой части базы данных своего предприятия из-за действия недружественных стран, которые организовали ДОС-атаку. Как отнеслись к такой версии в контрольно-счетной палате мы не знаем, но мнения некоторых депутатов горсовета нам известны. Я допускаю, что действительно в ДЭО-1 работают патриоты, искренне любящие нашу страну, болеющие, работающие на благо ее. И настолько их работа была замечена иностранными разведками, что пострадала база данных. Я считаю, что мы должны защитить ДЭО-1 и сделать так, чтобы никогда ни один байт ценнейшей информации о работе нашего стратегического предприятия для Новосибирска не попал в руки врагам. Но и в целом контрольно-счетная палата оценила эффективность расходования бюджетных средств ДЭО-1 как низкую. Причиной этого можно назвать как множественные нарушения финансовой дисциплины, так и по мнению Ростислава Антонова действующую систему организации работы предприятия. Согласно существующим правилам, муниципальные дорожники деньги из бюджета получают не за результат своей работы, а за процесс ее производства, отмечает депутат. То есть мы заключаем контракт. Мы можем заключить контракт с ДЭО-1, можем заключить с любой сторонней организации. Если сторонняя организация не выполнила контрактные обязательства, мы ей не заплатили. Если ДЭО не выполнила контрактные обязательства, мы ей заплатили. Я считаю, что здесь, исходя из равенства экономических агентов, надо уравнивать их в правах. Ну а прежде необходимо разобраться с выводами КСП, которые свидетельствуют о том, что для ДЭО-1 противогололедные материалы закупались по завышенной цене. В отчете фигурирует сумма превышения в 18 миллионов рублей. Привлечение сторонней техники также дорожники организовали с завышением стоимости на 5 миллионов. Работа подрядчиков принималась формально, без какой-либо проверки. Техника была загружена работой в среднем только на 40%. Топливо списывалось в завышенных объемах и так далее. Выявив все это, контрольно-счетная палата направила представление с требованием устранить нарушения городским властям, а материалы проверки отправила в правоохранительные органы, о реакции которых мы вам обязательно расскажем. Организации дорожного движения дело непростое даже в небольшом городе. В мегаполисе, таком как Новосибирск, грамотно расставить знаки, нарисовать разметку, особенно на больших и сложных перекрестках, по мнению некоторых экспертов, для местных служб порой задача вообще непосильная. Наша съемочная группа побывала в Ленинском районе, где попыталась разобраться в том, что не так с автомобильными потоками на площади Маркса. Смотрим. По мощным разобраться с нюансами организации дорожного движения на перекрестках площади Маркса в Новосибирске мы пригласили автоинструктора Сергея Воронова. Пересечение улиц Блюхера, Титова, Маршала Покрышкина и одного из проездов площади Маркса раньше было организовано как круговое. Теперь здесь нет соответствующего знака. Зато, к примеру, на улице Блюхера появились предписывающие знаки, а также знаки приоритета, главная дорога и направления главной дороги. Мы видим при въезде, что у нас главная дорога. При этом водителям с других направлений, слева и со встречного движения, определена второстепенная дорога. В то же время... Это мы так понимаем. Это мы так понимаем. В то же время водители, выезжающие, допустим, с улицы Маршала Покрышкина, видят, что они тоже находятся на главной дороге. И у них есть на то причина, так как перед перекрестком там тоже висит знак главная дорога. А потому, если водитель решит с улицы Блюхера проехать по перекрестку, с целью развернуться и двинуться в противоположном направлении, возникает конфликт интересов, так как каждый думает, что у него приоритет. Кстати, на одном из проездов площади Маркса, продолжением которой является улица Титова, есть еще один любопытный нюанс. При подъезде с этой стороны к перекрестку, по факту с круговым движением, водитель, глядя на этот знак, может сделать только один вывод, что это перекресток Т-образный. И опять же появляются вопросы к расстановке приоритетов. Мы видим, что заезжаем по главной дороге. Улица Блюхера у нас тоже является главной дорогой. Но у нас не определено направление движения со стороны Титова. А их мы должны пропустить или они имеют преимущество? То есть, если я решу развернуться или повернуть на улицу Маршала Покрышкина, то очередность проезда перекрестка с водителями, двигающимися по улице Титова, она непонятна. Когда мы дошли до пересечения с улицы Титова, то захотелось воскликнуть. А что, так можно было? Вот ведь знак, который показывает, что здесь есть круговое движение. Что здесь существуют какие-то другие примыкания. Что это не Т-образный перекресток. Но вот с главными дорогами и здесь напутано, считает автоинструктор. На мой взгляд, должны быть дорожные знаки, которые нам показывают именно, что здесь можно двигаться по кругу. И все въезды должны быть показаны тут наверняка главными. А внутренняя часть кругового движения тогда будет второстепенной. И все въезжающие водители имеют преимущество по отношению к тем, кто уже двигается внутри перекрестка. В Новосибирске есть и другие перекрестки, на которых неопытный или иногородний водитель не сможет сходу разобраться, как правильно и, главное, безопасно проехать. О них, если ничего в Новосибирске не изменится с подходом к организации дорожного движения, мы вам обязательно расскажем. Мы запускаем новую рубрику «Интервью со следователем». У нас в гостях побывал Артемий Телеминов. Он следователь железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России. А тема сегодняшнего разговора – детская преступность, которая, к сожалению, есть и в Новосибирске. Вот по статистике, россияне младше 18 лет совершают 2,6% от общего количества уголовных преступлений. Вроде цифра кажется небольшая, но если перейти к количеству преступлений, то примерно в год это бывает, это по России я даю, в год от 10 до 16 тысяч таких преступлений. Как у нас ситуация в Новосибирской области с этой преступностью? Как мы смотримся на фоне других регионов? В Новосибирске, к сожалению, не отстаем от других регионов. За последнее время участились подобные случаи совершения несовершеннолетними преступлений. Чаще всего это корыстно-имущественные преступления, связанные с тем, что несовершеннолетние желают получить какой-то доход от этого. То есть, либо путем сбора трофеев после какого-то конфликта, можно так это назвать, на территории моего отдела, где я несу службу, это центральный железнодорожный район, то есть совершен ряд корыстно-имущественных преступлений, таких как грабеж с применением насилия в отношении потерпевшего. То есть, эта группа несовершеннолетних, так скажем, устроила конфликт, после чего от потерпевших потребовали отдать имущество в виде мобильных телефонов и иных денежных средств. То есть, достаточно жестокие такие случаи. Да, да, то есть, все это как бы еще накладывается на то, что это происходит в вечернее время, когда уже несовершеннолетние, их возраст 16-17 лет, все-таки должны находиться дома, а не где-то на улице, что и приводит к такому, что они, сбиваясь, так скажем, в группы по интересам, то есть, не получая должного внимания от родителей и, так скажем, социальных органов, то есть, занимаются тем, что, допустим, насмотрелись по телевизору, потому что бандиты хорошо живут, и, то есть, начинают тоже там подражать этим, так скажем, далеко не положительным героям. Здесь как вот, на ваш взгляд, роль больше там родителей, ПДН, школы там? Ну, в первую очередь, на мой взгляд, это семья, там основы все закладываются, поведение, морально-нравственное воспитание, то есть, в последующем уже идет место обучения, да, там школа, техникумы, то есть, есть люди, кто еще обучаются в техникух, не достигнув 18-летнего возраста, что работа должна там вестись так же, то есть, ну, и уже после всех этих инстанций, семья, школа, уже тогда должны подключаться и иные, так скажем, органы в виде того же ПДН, если, так скажем, работа в семье и в учебном заведении не проведена должным образом, то как бы уже тогда правоохранители должны подключаться. Ну, как-то так, я считаю. А можно что-то говорить, есть ли данные, допустим, о семье, вот тех, кто засветился в статистике криминальной, это, как правило, неблагополучная семья или это вообще не зависит? То есть, может, зависит только от окружения самого подростка? Практика показывает, что в основном это, да, так скажем, дети из неблагополучной семьи, где родители халатно относятся к воспитанию ребенка. Ну, также бывают исключения, где семья порядочная, то есть, мама, папа имеет там хороший доход, уважение в обществе, а ребенок пытается противопоставить себя им, то есть, связывается с, так скажем, не лучшей компанией, которая могла бы встретиться именно на жизненном пути и совершает, так скажем, преступления. Кроме того, то есть, следует отметить, что вот преступления несовершеннолетних, которые совершаются именно в группе, когда они находятся, то есть, они более жестоки, чем, то есть, если бы он один пошел что-то совершать, потому что они пытаются тем самым заработать авторитет у своих сверстников, то есть, проявив себя более дерзко, да, да. То есть, и это именно вот и заканчивается, вот как раз, как я уже вначале говорил, сбором трофеев, да, что потом похвастаться перед друзьями, вот смотрите, я у него там то-то, то-то отобрал. А можно что-то сказать про наш уголовный кодекс? Вот для таких несовершеннолетних он какую перспективу готовит? Ну, перспектива у нас как бы такая, что с 14 лет наступает уголовная ответственность по тяжким, особо тяжким преступлениям, то есть, и с 16 лет за небольшой средней тяжести, то есть, уже лица, так скажем, несовершеннолетнего возраста, достигшие 14-летнего возраста, повторюсь, уже могут быть привлечены к ответственности за совершение таких преступлений, как убийство, изнасилование, там, ну, самые тяжкие у нас, которые считаются, вот, как бы... Ну, и то есть, и там реальное лишение свободы же, да? В зависимости от, так скажем, отягчающих обстоятельств совершенного ими преступления, что на усмотрение суда, то есть, при наличии отягчающих обстоятельств, судом может быть избрано и для впервые осужденного человека реальное лишение свободы. Суды придерживаются практики, что все-таки несовершеннолетний сделает для себя выводы какие-то, и первые у них условные, либо, там, исправительные работы какие-нибудь, если лицо, допустим, достигло 16-летнего возраста, является трудоспособным. Шанс дается? Да, обязательно, потому что, как бы, все-таки все надеются, что человек сделает для себя выводы и не будет повторять своих ошибок. Один мудрый человек заметил, если бедность – мать преступлений, то недалекий ум – их отец. Смотрите программу «Безопасности» на канале НСК 49 и не забывайте, что одни преступления открывают путь другим. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин